В январе 1926 года состоялась премьера одного из самых выдающихся фильмов мирового кинематографа. В нем Сергей Эйзенштейн сделал множество открытий. Он изложил свой взгляд на режиссерский метод монтаж аттракционов. Конечно, речь идет о премьере фильма «Броненосец Потемкин», состоявшийся в кинотеатре «Художественный». «Бульварное кольцо» — это особый кинематографический мир. «Бульвары» вдохновляют своим очарованием сценаристов, режиссеров и операторов. Они стали постоянно действующей съемочной площадкой. Бывает, что в погожую погоду сразу на нескольких из них снимают фильмы и сериалы. Здесь же, на бульварах, фильмы демонстрируют в многочисленных кинотеатрах. «Россия», «Ролан», «Кинотеатр повторного фильма», «Художественный», «Леон Синема». Это отнюдь не полный список знаменитых раньше, да и сейчас кинотеатров. Здесь происходят события культовых и знаковых фильмов для нашего кинематографа. «Бульварное кольцо» — оно влечет к себе творческих людей. И здесь дело во многом не только в том, что локации удобны, а дело во многом в том, как здесь вот эти бульвары, они заряжены творческой атмосферой. Можно долго перечислять фильмы, эпизоды которых сняты на Бульварном кольце. На Чистопрудном бульваре снимали «Подкидыша», «Я шагаю по Москве», «Место встречи изменить нельзя», «Мастера и Маргарита». На Гоголевском «Москва слезам не верит». На Сретенском бульваре «Семнадцать мгновений весны», «Покровские ворота», «Мимино», «Курьер». На Яузском «Брат 2». И у любого режиссера всегда есть четкий ответ, почему фильм нужно снимать именно на Бульварном кольце. Они считают Бульварное кольцо – это действительно таким знаковым местом Москвы, узнаваемым. Им это очень важно, что разговор, например, в фильме «Москва слезам не верит», главной героине со своим возлюбленным Рудольфом, она происходит на Гоголевском бульваре, они сидят на лавочке. Вот почему режиссер Владимир Меньшов посадил их на лавочку Гогольского бульвара. Им важно, когда действия происходят в Москве, и не просто в Москве, а в самом центре, и как символ центра именно бульвар, когда главные герои живут на бульваре. Существует такое понятие, как «намоленное место». В кинематографическом мире им стало именно кольцо А. С самого начала нашего кинематографа съемки здесь не прекращаются даже в жару или дождь. Дух творчества здесь прекрасно уживается с чисто техническими удобствами. Вообще бульварное кольцо практически с самого начала нашего кинематографа, такого российского, советского, уже стало мелькать. На экранах с начала 20-х годов уже появилось бульварное кольцо в кадре. Бульвары стали таким съемочным павильоном, фактически круглогодичным для нас. Локация, которая является бульварным кольцом, она здесь очень продуктивна. Здесь все легко переставляется, потому что люди здесь на прогулке, поэтому их можно, грубо говоря, попросить погулять немножко в другом месте. Образность, живописность и разнообразие бульваров заставляют режиссеров снова и снова возвращаться сюда. Хорошее место, интересное, потому что вот эта протяженность, оно как бы красиво получается, можно, там, идут по бульвару, гуляют, там, старички, например, как заканчивается фильм «Покровские ворота», да? У каждого бульвара свое настроение. Совершенно разнятся, например, широченный Тверской или Страстной бульвар и маленький Камерный Петровский. И поэтому снимать на них можно совершенно разные фильмы. Очень романтический рождественский бульвар. Здесь хороши осенние этюды, здесь прекрасно снимать холмы в Москве или в Нижнем Новгороде, смотря от того, что предполагает собой фильм. Интересно, когда просматриваешь в фильмах и видишь бульвары какие-то, и ты понимаешь, что ты считываешь бульвары по каким-то деталькам. И в каждом фильме, естественно, заново раскрываешь этот бульвар для себя, потому что у него новый образ. По количеству снимаемых фильмов, Пальму первенства на бульварах делят Чистопрудный и Сретенский бульвары. Но главным кинематографическим бульваром стал все-таки самый маленький бульвар на кольце — Сретенский. Почему? Потому что на нем есть здание, в котором еще совсем недавно снимали фильмы про заграничную жизнь. Бывший доходный дом страхового общества «Россия». Сам этот удивительный дом размерами с небольшой квартал заслуживает отдельного и весьма обширного повествования. Комплекс зданий в стиле позднего итальянского ренессанса украшает потрясающая скульптура и барельефы. Для удобства жильцов была сооружена собственная электростанция, пробурены артезианские скважины для подачи чистейшей воды. Несмотря на то, что он находится всего в 150 метрах от главпочтамта, там было свое почтовое отделение. А самые маленькие квартиры имели площадь 170 квадратных метров. После революции в 1918 году здесь располагались знаменитые окна Роста. Конечно, не только в этом здании сосредоточена красота Сретенского бульвара. Пройдясь по нему, можно полюбоваться жилым домом и общежитием наркоматосвязи СССР. Сейчас гостиница «Связист плюс». Доходным домом Коровина, построенным архитектором Иваном Гавриловичем Кондратенко. Гостиницей, а позднее доходным домом конца XVIII века, построенным архитектором Василием Петровичем Стасовым. Зданием головного офиса компании «Лукоил». Бульварное кольцо для многих кинематографистов не только творческий павильон, но и родной дом. На Тверском бульваре жили Любовь Орлова, Григорий Александров, Ростислав Плят, Михаил Ульянов, Юрий Никулин. На Чистопрудном бульваре Сергей Эйзенштейн, Георгий Данелия. Да, собственно, и авторы этого фильма живут совсем рядом с чистыми прудами. Происходят на Бульварном кольце и почти волшебные превращения. Например, сверстник кинотеатра художественный, кинотеатр Колизель, превратился в театр. А когда-то в кассе этого кинотеатра стояли длинные очереди. И даже герои фильма «Покровские ворота» отправляются сюда, чтобы посмотреть «Карнавальную ночь». Театр «Современник», который раньше был кинотеатром Колизей, где, собственно говоря, еще с 20-х годов уже появился этот кинотеатр, где можно было сходить в кино, где перед началом выступал оркестр, порой пела певица и где можно было посмотреть какой-то хороший фильм. Кинотеатр «Россия», который долгое время был главным кинотеатром страны и вовсе претерпел три превращения, меняющих его на генетическом уровне. Кинотеатр «Россия» – это был, конечно, просто вообще вот самый главный большой кинотеатр нашей страны, в Москве. И когда вот какие-то премьеры, то всегда они проходили именно там. И если смотреть «Хронику», мы всегда видим, и кинофестиваль всегда там проходил. И всякие встречи, и, конечно же, премьеры фильмов всегда там проходили. Сам кинотеатр просто в силу своего географического расположения участвовал в главных сценах культовых фильмов. В фильме «12 стульев» и «Гайдая» актеры бежали на премьеру именно тоже в кинотеатр «Россия». Прошли годы. Некогда главный кинотеатр страны «Россия» превратился в более скромный «Пушкинский», а затем и вовсе стал театром мюзикла. Сейчас он вспоминает о своем былом величии и блеске лишь на открытии и закрытии Московского международного кинофестиваля. А вот кинотеатр художественный – такие потрясения обошли стороной. За свою более чем вековую историю этот старейший кинотеатр Москвы всегда был на несколько шагов впереди других. В нем впервые были спроектированы и гардероб, и буфет. Он стал первым кинотеатром, заказать билеты в которые можно было по телефону, а доставляли их прямо на дом. Построил кинотеатр архитектор Николай Николаевич Благовещенской. Но нынешний облик всего через 4 года ему придал сам Федор Осипович Шехтель. Кинотеатр художественный. Ведь он же старейший кинотеатр Москвы, и он непрерывного действия уже больше 100 лет. Он всегда, вот это здание, оно всегда было кинотеатром. И до сих пор каждый кинематографист мечтает, чтобы премьера его фильма состоялась в кинотеатре художественной. Бульвары интересны тем, что на них можно снимать как адресные планы, совершенно узнаваемую Москву, совершенно узнаваемые места, так и совсем разные города, совсем разные и неузнаваемые места, усредненные города, такие вот с исторической застройкой. В фильме «Мастер и Маргарита» патриаршие пруды снимаются на чистопрудном бульваре. А в Покровских воротах играет чуть ли не половина бульваров кольца А. Когда у нас в кино заявлено какое-то пространство, то ни в коем случае нельзя ожидать точной схожести этого пространства, этого места с реальным местом. Поскольку на бульварном кольце огромное количество разных элементов, то бульварное кольцо наиболее пластично представлено в пространствах. Поэтому, с одной стороны, мы знаем, что это такой-то бульвар, а с другой стороны, мы не можем ожидать от этого бульвара точной схожести, потому что это киномир. Один и тот же бульвар может играть совсем разную роль. Например, в фильмах «Подкидыш» и в фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» Часть действия происходит в одном и том же месте, на трамвайном круге Чистопродного бульвара. И бульвар здесь совершенно разный. В 1939 году был снят «Подкидыш». Мне очень нравится этот момент. Это начинается фильм с того, что играют дети, и стоит репродуктор, и громко говорит, погода ожидается хорошая, солнечная, без осадков. В этот момент начинается сильный дождь, и все разбегаются. Очень известный и популярный фильм «Место встречи изменить нельзя» 1979 года начинается с того, что убивают молодого оперсотрудника Васю Векшина. Ему незаметно финку под сердце. И он сидел на лавочке как раз около круга на трамваях на Чистопродном бульваре. Тоже можно было снять где угодно, но вот посчитал Говорухин, что вот это место знаковое для Москвы, оно старомосковское. В фильмах, снятых на Бульварном кольце, отражены самые разные эпохи истории нашей страны. Эта съемочная площадка никогда не простаивает, как и неприходящий символ нашего киноискусства – кинотеатр художественный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok